Водители такси делятся на два типа. Первые стараются вести себя профессионально и оказывать достойный сервис своим клиентам, поскольку для них работа в такси – это именно работа, на которой просто необходимо выполнять ряд требований, причем как к себе, так и к своей машине. Вторые же относятся к работе в такси, как к вынужденной мере, способу перебиться быстрыми деньгами, а затем уйти и заняться чем-то другим. Для них совершенно не важно, что о них думают их пассажиры, да и ведут они себя соответствующим образом, пытаясь устанавливать свои правила в ценах и разных мелочах во время поездки. Так что вполне очевидно, что со временем вторых на линии остается мало, а вот первые достигают своих целей в плане заработка и, возможно, пересаживаются на более дорогие машины, тем самым увеличивая свой суточный доход. О них и пойдет сегодняшний разговор. А именно о том, какие частые ошибки совершают начинающие водители бизнес-класса. А также о том, как их избежать. Ведь в случае постоянного их повторения, ваши пассажиры непременно будут ставить вам плохие оценки, что рано или поздно приведет к блокировке вашего аккаунта и дальнейшей невозможности зарабатывать деньги. Итак, вот 10 основных ошибок, зная о которых и стараясь их не допускать в своей работе, вы наверняка сможете проработать в такси бизнес-класса достаточное время, чтобы заработать приличные деньги. 1. Вы не открыли вашему пассажиру дверь. Это первая и самая частая ошибка начинающего водителя бизнес-класса. Согласитесь, что довольно непросто выработать в себе такую привычку, особенно после нескольких лет, проведенных в такси эконом, когда вы практически не выходите из «за руля» в течение всего рабочего дня. Но вам жизненно необходимо изменить свое восприятие мира и свое отношение к этому действию, поскольку хроническое игнорирование только одного этого пункта инструкции может существенно уронить ваш личный рейтинг водителя, как это произошло у меня в начале работы. Я тогда за одну неделю потерял почти 0,2 балла, снизившись с 5 до 4,82, что реально стало грозить мне блокировкой и отключением от сервиса. А вернуть его обратно стало для меня очень тяжелой задачей, на которую ушло почти полтора месяца. Одним словом, всегда открывайте дверь своему пассажиру. 2. Грязная машина. Я согласен, что держать машину в чистоте, особенно в грязную и слякотную погоду, а также когда идет проливной дождь, попросту невозможно. Но тем не менее, не забывайте о необходимости мыть машину каждый день, даже если за окном идет ливень или метет метель, поскольку грязная машина может стать для вас реальной проблемой и причиной плохих оценок. Допустим, вы вышли и встретили вашу пассажирку и даже открыли ей дверь, но так как ваша машина была грязная, то при посадке она испачкала платье опорок машины, что очевидно сразу же испортит ей настроение и вам непременно будет поставлена негативная оценка. 3. Запах сигарет в салоне. Запомните, что все машины бизнес-класса имеют некурящий салон. И даже если вы являетесь заядлым курильщиком и только что, стоя рядом с машиной, затушили свою сигарету, не спешите садиться за руль. Дайте себе пару минут времени, чтобы уличный воздух выветрил остатки табачного дыма из вашей одежды и волос. Ведь среди тех 10-12 человек, которых вы будете перевозить в течение рабочего дня, а примерно столько заказов у вас будет получаться выполнять за смену, всегда найдется один или одна с обостренным чувством запахов, кто обязательно учует табачный дым и отметит это, поставив вам двойку. Лучше этого избегать. 4. Всегда уточняйте маршруту пассажира. Среди ваших клиентов нередко будут попадаться такие, кто ездит на такси не один год и имеет свои постоянные маршруты. Поэтому, когда начнутся вечерние пробки, навигатор может предложить вам путь объезда или построить маршрут по только ему понятной логике, что вполне может привести к приличному крюку в расстоянии. А это, в свою очередь, может вызвать у вашего пассажира подозрения и возможные обвинения вас в том, что вы хотите искусственно увеличить маршрут, чтобы поездка вышла дороже. Чтобы этого избежать, перед началом поездки уточните у пассажира, как именно он хочет ехать. В моей работе бывали случаи, что пассажир выбирал более долгий, по сравнению с навигатором, маршрут, просто потому, что он ему больше нравился. В итоге я зарабатывал чуть больше, чем планировал, а мой пассажир оставался доволен тем, что мы доехали по его любимой дороге, оставив денег мне на чай и еще поставив мне пятерку. 5. Выключайте звук у навигатора. На сегодняшний день самым популярным навигатором, который использует большинство водителей, а в том числе и водители такси, это, конечно же, Яндекс.Навигатор. В нем представлено великое множество вариантов озвучивания маршрута и дорожных событий, зачастую очень забавных. Но они остаются забавными, пока вы едете один. Когда же вы едете с пассажиром, то звук должен быть выключен. Просто представьте себе ситуацию, ваш пассажир сидит на заднем сидении и с кем-то общается по громкой связи, а в этот момент навигатор объявляет голосом Оптимуса Прайма, что маршрут перестроен, причем делает это довольно громко. Это запросто может привести к тому, что ваш пассажир будет вынужден извиняться перед своим собеседником за вашу оплошность, что, вероятно, будет отмечено плохой оценкой вашей работы. 6. Приглушайте звук на магнитоле, во время телефонного звонка пассажира. Поверьте, никто не любит перекрикивать радио. И уж ваши пассажиры тем более. Им совершенно не понравится, если во время их возможно серьезного разговора по телефону, им придется повышать голос, чтобы их собеседник лучше их слышал, из заиграющего у вас в машины радио. Заведите себе за правило, как только слышите входящий звонок или заметили, что ваш пассажир неожиданно начал что-то говорить, сразу же нажимайте на кнопку выключения громкости. Благо она у вас наверняка будет на руле, так что по сути, это будет лишь легкое движение пальцем, которое позволит вам избежать недовольства клиента и негативной оценки. 7. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности. Даже если ваша машина оборудована датчиками ремней и вы догадались поставить туда заглушку, то это может в итоге оказать вам медвежью услугу. Ваши пассажиры, вызывая машину бизнес-класса, ожидают увидеть профессионального водителя, соблюдающего ПДД, а также вселяющего в них чувство безопасности. Это самое чувство безопасности у них быстро улетучится, если они увидят, как вы плюете на свою собственную, отказываясь пристегнуть ремень. Я часто видел комментарии к заказу, в которых говорилось, если водитель не пристегнут, то я сразу ставлю двойку. Мне это давалось легко, поскольку я с самого начала своего водительского стажа пристегиваюсь, но для некоторых из вас это может стать серьезной проблемой, поэтому повторюсь еще раз, обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности. 8. Не используйте салонные ароматизаторы Благодаря салонным фильтрам, внутрь вашей машины бизнес-класса почти не проникают неприятные запахи с улицы, что решает проблему с необходимостью использования ароматизаторов. Хотя, даже в том случае, если вы решите, что такая вещь вам необходима, для создания определенной атмосферы в салоне, ни в коем случае не делайте так. Из 10-15 ваших пассажиров вероятно найдется один или одна, который будет аллергиком или астматиком и будет очень болезненно реагировать на разные запахи, пусть и приятные для вас. Скорее всего вам ничего не скажут об этом напрямую, а просто слегка приоткроют окно, что для вас должно стать знаком, что вашего пассажира не устраивает воздух в салоне. Ну и разумеется, еще вы узнаете о том, что ваш клиент остался недоволен поездкой с вами по плохой оценке, которая снизит ваш рейтинг. Чтобы этого не допустить, просто не нужно возить в машины ароматизаторы, как бы хорошо они не пахли на ваш взгляд. 9. Всегда имейте достаточно сдачи. При расчетах за наличные деньги в экономии вы всегда можете сказать, что у вас нет сдачи и либо предложить где-то остановиться и разменять, либо перевести деньги за поездку вам на карту, и ваш пассажир это воспримет вполне спокойно. Но в бизнес-классе это недопустимо. Вы обязаны иметь при себе сдачу с 5000 рублей, а в том случае, если вы уже использовали весь свой размен, то перед следующим заказом, обязательно нужно заехать в магазин и разменять снова, чтобы быть готовы выдать сдачу в полном объеме. Ведь, в случае отсутствия у вас необходимой суммы, это может вызвать недовольство вашего пассажира, что он непременно отметит очередной двойкой для вас, а может быть даже и обращением в службу поддержки. 10. Следите за наличием кабелей для зарядки телефона. Нередки случаи, когда пассажиры, уходя из вашей машины, могут забрать с собой вашу зарядку. Причем делают они это не из-за злого умысла, или же в приступе к лептомании, а просто по невнимательности. Или они могут попытаться выйти из машины, забыв отсоединить провод от своего телефона, что может попросту порвать ваш кабель. В этом случае вам необходимо срочно купить новый, чтобы уже на следующем заказе нужный кабель в машины был. Помню у меня как-то был рабочий день, когда с утра мне порвали провод для зарядки айфон. И как назло, половина из будущих моих пассажиров в тот день спрашивали его у меня, а я не мог им его предоставить, потому что он был нерабочий. В итоге, к концу дня я поймал две двойки и мой рейтинг существенно просел. Но зато я понял всю важность в наличии этого шнура и больше уже такого не допускал, что и вам не советую делать. Я привел 10 самых частых ошибок новичков, а может быть и не только новичков, работающих в такси бизнес-класса, совершение которых может заметно испортить вам рейтинг. Так что старайтесь по возможности их не допускать, а еще лучше некоторые моменты довести до автоматизма, чтобы не нужно было каждый раз задумываться, а сделал ли я это или не сделал. Тогда ваша работа в бизнес-классе будет длиться столько, сколько вы сами того захотите, не переживая постоянной «за опасности блокировки аккаунта», вызванной низкой оценкой.